Всем привет! Фотограмма здесь! Мы рассказываем про технологии будущего в России. Меня зовут Денис Косяков, и сейчас я расскажу вам, как человек меняет мир. Человек, говоришь, меняет мир? Да знаешь ли ты о том, что у мозга, наконец, появился достойный конкурент? Смотри, самообучающиеся сети, электронный разум, а это, по сути, его элементарная частица, можно сказать, нейрон. Сегодня поговорим про нейросети. Это то, что нынче и называют искусственным интеллектом. Держи. Нейроны лишними не бывают. Поехали. Как отличить ведущего футограммы от ведущего футограммы? Дипфейк. Не верь своим глазам и ушам. Сегодня будет весело. Ваш логотип, ***, прекрасен. Нейросеть рисует лучше, чем 10-летний ребенок. Дизайнер всея Руси. Компьютеры или ящики Пандоры. Чем похожи дети и сети? Заплати лицом и живи спокойно. Эти и другие признаки наступившего будущего. Денис, это Тверская область. Леса, поля, снега. Не дай бог заблудиться, потеряться. Но, к сожалению, такое случается. Вот что тогда делать? На ум сразу приходит знаменитое АУ. Но это уже прошлый век. В современном мире на смену АУ приходят две другие буквы. ИИ. Искусственный интеллект. Именно он сегодня спешит на помощь потерявшимся. Когда теряется человек, его ищут волонтеры. Первопроходцем в этом деле в свое время была Лиза Алерт. Сегодня, помимо нее, в России работают еще несколько крупных поисковых отрядов. В Твери, например, это Сова. Ребят, пожалуйста, все сюда проходим. Очередная тренировка. Учения, максимально приближенные к реальному поиску. На отклик работаем каждые 50 метров, прокрикиваем. С недавних пор к таким спасательным операциям стали привлекать электронный разум. Искусственная нейросеть, загруженная в обычный ноутбук, может сработать значительно быстрее, чем десятки хорошо экипированных спасателей. Вот как обычно работает поисковая группа. Местность разбивают на квадраты. За каждым закрепляют 2-3 человека, которые этот квадрат и прочесывают. По земле, ногами, шаг за шагом. Нейросеть работает по-другому. С воздуха. На первом этапе в небо запускают коптер, который делает снимки местности. С воздуха нужно полностью отснять район поиска. По всем квадратам. Дальше, по идее, каждый снимок нужно внимательно просмотреть. Высматривать глазами и искать потеряшек. Это достаточно утомительная процедура. И, как правило, человека хватает на 30-40 фотографий. С поиска в среднем один коптер привозит порядка 5000 фотографий. То есть это нужна группа, которая будет сидеть и глазами отсматривать в течение где-то, наверное, суток все привезенные фотографии. Нейросеть, она работает гораздо быстрее. То есть вместо суток то же количество фотографий сетка обработает минут за 30-50. Олег — один из разработчиков алгоритма, который помогает находить на фотографиях человека. Нейросеть делает это очень быстро. Более того, она способна увидеть человека даже на тех снимках, где человеческий глаз, скорее всего, его не заметит. Вот. Это чистая фотография без обработки нейросетью. То есть его визуально достаточно сложно увидеть. Он занимает меньше 1% от фотографии. А нейросеть видит? Нейросеть видит, да. На учениях статисты специально прячутся или хорошо маскируются в лесу. Но умная программа все равно их находит. Один статист решил хорошенько спрятаться от программы, обнять дерево и слиться с ним, с тем, чтобы с воздуха его было невозможно распознать. Программа его успешно нашла и подсветила, обвела рамочкой. Чтобы алгоритм начал обладать такими суперсвойствами, его нужно было обучить. Программе показывали тысячи фотографий, где есть люди. Искусственный разум их смотрел, запоминал, набирался опыта. Нейросети именно подсказывают, где находится человек. Она выделяет понятные для себя, с алгоритмической точки зрения, какие-то признаки. И зацепляясь за эти признаки, уже в дальнейшем ищет потерявшихся людей на других новых фотографиях, которые она до этого не видела. То есть, грубо говоря, она обучается чем-то похоже на ребенка. Нейросеть обучают непрестанно. Чем больше данных, тем лучше оттачивается машинное зрение. Именно поэтому команда разработчиков старается не пропускать учения и привозить с них порцию новых снимков, где спрятаны статисты, либо куклы. Их используют, чтобы научить программу находить детей. По вашим оценкам, насколько это может сократить в будущем поиск человека? Если, допустим, в один день отлетают порядка четырех коптеров, то они закроют достаточно большую зону. А нейросети, опять же, очень быстро это все просмотрят. Был ли случай, когда нейросеть за последнее время реально помогла спасти чудо жизни? Я точно знаю, что была ситуация, когда был поиск. Искали живого человека. И с помощью снимка удалось увидеть, что торчат две ноги. Поскольку нейросеть достаточно быстро отработала, то есть уже на следующий день, даже вечером днем отлетали, вечером снимки прогнали, и уже на следующий день дедушка был найден за счет только этого. Пошли! Идем вперед! Ширицы! Ширицы! Такими темпами машинное зрение скоро превзойдет человеческое. Но ведь искусственная нейросеть структурно как раз-таки очень похожа на человеческий мозг. Он тоже состоит из связанных между собой нейронов, поэтому такие сети принципиально отличаются от классических алгоритмов, где все действия заранее определены программой. Нейросети очень гибкие. Они обладают способностью постоянно обучаться и выполнять поставленные задачи с каждым разом все лучше и лучше. Но как у них это получается? Каким образом они устроены и как в принципе выглядят? А что если они смогут стать настолько умными, что решат погрузить нас в матрицу? Тогда это действительно тот самый ящик Пандоры. Андрей! Андрей! Не смей открывать эту штуку! Технология охлаждения, оборудование за счет погружения. Что за жидкость? Можно ее как-то потрогать? Вы можете продемонстрировать, как это все? Она совершенно безопасна. Это синтетическая жидкость, специальная диэлектрическая. Вы так смело погружаете руку, там же все-таки 220. Нет какой-то опасности получить удар током? Нет, опасности нет. Это диэлектрик. Если бы была опасность, то оборудование бы замкнуло раньше. Владислав Галянин показывает герметичный бокс, забитый мощными видеокартами и залитой жидкостью, не пропускающий ток. Процессоры настолько мощные, что буквально раскаляются. Чтобы охлаждать их на воздухе, нужно было бы оборудовать приличное здание с большими вентиляторами. А тут все вмещается в бокс размером с холодильник. И таких боксов в этом помещении несколько. Это полноценный центр обработки данных. Что является вашим товаром? То есть вы продаете вычислительные мощности для тех айтишников, для тех разработчиков, которые обучают нейросети, чему бы то ни было, и которым нужны огромные вычислительные мощности для того, чтобы скармливать им, условно говоря, бигдейта, какие-то большие данные. Да, так и есть. У нас большинство клиентов занимаются обучением нейросетей. Это самая, наверное, большая ниша, скажем так. Потому что нейросеть, ее достаточно легко эксплуатировать, но ее сложно научить. Чтобы обучить нейросеть, ее нужно познакомить с десятками и даже сотнями тысяч примеров того, с чем она в дальнейшем будет работать. Для обработки этих данных нужен суперкомпьютер. Но проще отправить все это вот в такой специализированный центр цифровой обработки. Он работает как облачный сервис. Пакет необходимых данных загружают через интернет, супероборудование все это обсчитывает и отправляет обратно уже готовые результаты. Для того, чтобы обучить, условно говоря, чип, стоящий у меня в телефоне, нужны вот такие вот огромные совершенно мощности. По аналогии с нашей жизнью, то есть дети долго-долго учатся, и потом они начинают достаточно легко и быстро выполнять какие-то задачи, не задумываясь. Само название нейросеть отсылает к биологии мозга. И действительно, алгоритм глубинного обучения во многом имитирует работу нейронов, клеток серого вещества. Искусственный нейрон представляет собой цифровой код. Он может принимать входные данные, обсчитывать их и передавать по цепочке дальше. Из множества таких нейронов программисты создают сложные сети, способные учитывать свои ошибки и учиться на них. Каждую сеть тренируют на выполнение конкретной задачи. Водить беспилотный автомобиль, распознавать рукописный текст, лица людей. Чем больше данных, тем больше у сети опыта, тем лучше она работает. Считается, что про человека очень многое написано прямо у него на лице. Характер, способности. С недавних пор этот список еще больше расширился. Теперь по лицу можно понять, хватает ли у человека на проезд в метро. Вот у меня не хватает. Бедные зайцы. Все-таки непросто им приходится. Это, Денис, я проник в лабораторию, где, собственно, и разрабатывали систему прохода по лицу. Вот мы с вами, допустим, идем в метро. Вот я сталкиваюсь с камерой. Что происходит дальше? В этот момент камера фиксирует ваше лицо. Потом лицо раскладывается на дескриптор. Это так называемая математическая модель лица в виде формул и векторов. Их порядка 64 мы используем. И вот этот дескриптор уже отправляется на анализ системы. И мы понимаем, что данный человек у нас является клиентом базы, зарегистрированной в платежной системе. Так, меня не пускают. Видите, красная горит. Да, все верно. Потому что вашего лица нет в базе. Знаете этого человека? Да, знаю. Мы тоже с ним знакомы. Так, а если его попробовать? Вот терминал. Вот сюда? Да. Ну вот, доступ запрещен, потому что, да, этого человека банально нет в базе. Хорошо. Точно его нет в базе? Или эта система понимает, что перед ней не лицо живого человека, а всего лишь фотография? Да, в том числе. Да, мы проводим проверку на живость лица, то есть так называемый лайфнос. Даже если я вот возьму фотографию этого человека, качественно ее распечатаю, сделаю маску на резинке, прикреплю к своему лицу и попытаюсь пройти, зная о том, что он зарегистрирован в системе, меня все равно не пустят. Нет, не пустят. На самом деле, даже если вы сделаете профессиональную 3D-маску, силиконовую, там, с волосками, с пигментацией, порами и всем остальным, это тоже не работает. Повезло тебе, Денис, не получится у меня ездить на метро за твой счет. В системе параллельно работают две нейросети. Одна идентифицирует лицо, вторая отслеживает, действительно ли оно настоящее. Отличать подделки защитную нейросеть тренирует на десятках тысяч фальшивок. Вот эти вот все ящики, они все забиты фотографиями? Да, они все забиты фотографиями разного вида, вырезанными, невырезанными, плотными, неплотными. Это все сделано, чтобы обучать наши нейросети. Ну, давайте вот эту вот красотку. Вполне себе. Система находит лицо. Вот сейчас я вижу, вот по мне, так это может быть прям реальная девушка. Да, и вот написано failed, то есть проверка лайфнесса пройдена неуспешная. Потому что она уже когда-то эту девушку видела или... Ну, нет, что все-таки запомнить такое количество лиц сложно. А во-вторых, мы боремся против того, чтобы она запоминала именно лица. Поэтому она пытается найти какие-то другие признаки. В частности, возможно, вам это не видно, но если приблизить и посмотреть, будет видна текстура бумаги. Либо какой-то не очень естественный край. Мы не знаем, мы не знаем, какие точно признаки она использует. Все-таки нейросеть – это большой черный ящик. Страшные вещи, говорите. То есть, получается, понять, что в голове у нейросети невозможно? Мы понять не можем, но вот все опасения по поводу общего General Artificial Intelligence, они, скажем так, преждевременные, потому что нейросети сейчас пока умеют учить только ту задачу, которую мы ставим. Алгоритмы способны и к более тонкой работе. Например, обнаружить на большой стройке нарушителей без каски и сразу же опознать его. Так как мы с вами сейчас стоим без касок и без жилетов, система подсвечивает нас красным, говорит о том, что мы нарушаем технику безопасности. Давайте я надену жилет, мне интересно, да. Вот вы стали зеленым, то есть у вас теперь система как бы… У вас будет только подсвечена зеленая иконочка с жилетом, что будет нам говорить о том, что у вас жилет сигнальный есть, но каски нет. На самом деле, любой элемент экипировки одежды можно включить в анализ. Рюкзаки, возможно, какие-то ему нужно с собой носить, возможно, какие-то инструменты. Еще один проект в лаборатории – детектор позы. Машина учится понимать, что и зачем делает человек на изображении. Мы сейчас работаем над тем, чтобы показать с помощью этой системы, уловить позу стрелка. Это детектор вместе с детектором оружия как такового, да, мы их совместим, и у нас получится детектор уже человека с оружием, который ведет огонь непосредственно, да, где-то на каком-то объекте, и сможем достаточно быстро это идентифицировать. В тире, например? Может быть, в тире, да. То есть теперь можно совершенно спокойно забывать кошелек, телефон, все на свете? Да, можно. Все, я оплатил. В общем, я специально засек, где-то примерно 3 секунды занимает процесс. Да. Собственное лицо можно использовать как кредитку, и это еще одна новая технология, которая родилась благодаря машинному зрению. Мария Ложкова показывает, как это работает в сети кафе, где она отвечает за маркетинг. Систему стали внедрять еще в 2019 году. Для чего вы ее внедрили? Зачем вам она понадобилась? У нас в сети жесткий стандарт по скорости обслуживания. 90 секунд на обслуживание одного гостя. Это с учетом того, что сотрудник должен успеть налить кофе, должен успеть налить суп, разогреть горячее, еще что-то выдать, собрать заказ. 90 секунд – это очень мало. Оплата лицом, вот вы сами сейчас заметили, 3 секунды. То есть мы таким образом ускоряем обслуживание. 3 секунды – это только начало. Людей, которые подключают услугу FacePay, все больше. И нейросети есть на ком совершенствовать свои навыки. Растет скорость ее работы и надежность. Вся биометрия хранится у банка, в котором оформлена карта плательщика. Так что классическое понятие «лицевой счет» в 21 веке явно получает новый смысл. Я знал, что лицо можно потерять, лицо можно торговать. Лицо, если оно юридическое, можно продать. А теперь им можно еще и покупать. Что дальше? Можно ли с помощью лица открыть бутылку, например? А, не, это точно можно. Я это еще на третьем курсе делаю. Но вот что точно не получится с помощью лица, так это позвонить в данном случае. А жалко, да? Какая красивая вещь. Кстати, что там по поводу дизайна у наших искусственных конкурентов? Алло, Андрей? Соединитесь с Андреем. Алло. Денис, это старый телефон. Не звони больше по этому номеру. Давай. Вот, кстати, от такого аппарата до современного смартфона прошли всего-то какие-то 20-30 лет. А как мы скаканули за это время? Многие резонно опасаются, что мы вообще можем допрыгаться до того, что искусственный интеллект проработит нас и захватит этот мир. Те, кто этого действительно боятся, уповают на одну единственную вещь – творчество. Считается, что машина никогда не будет способна писать талантливые стихи, песни, тексты, создавать художественные произведения. Но так ли это на самом деле? Студия дизайнера Артемия Лебедева – настоящий концентрат талантов. Не так давно в состав сотрудников влился еще один художник. Быстро стал лидером по числу заказов. Работает 24 на 7, имеет уникальные креативные мозги – электронные. Так, мы будем создавать логотип для футограммы, правильно? Да, футограмма. Ма. И здесь нам нужно написать небольшое описание. Вот буквально там 2-3 секунды. И он уже предложил, вот они пошли, да, вот эти варианты? Да, начинаются варианты. И здесь работа очень похожа на работу с обычным дизайнером. Мы смотрим предложение, понимаем, что нам здесь, например, ничего не подходит, и говорим, попробуй еще раз. Николай Иронов – так зовут нового электронного дизайнера. За 2 секунды генерирует почти 1000 вариантов фирменного стиля. Достаточно вбить название компании и краткое описание, чем она занимается. Можно примерить его на носителях. Человек просто смотрит, как он будет выглядеть на блокнотах, на, не знаю, кипке, на каком-то мерче. Электронный творец состоит из нескольких нейросетей. Они работают сообща и генерируют готовые дизайнерские решения. Первые клиенты даже не подозревали, что фирменный стиль для них сделал алгоритм. Николая выдавали за удаленного сотрудника студии. Придумали даже, как он должен выглядеть. На сайте повесили фото мужчины средних лет. У него есть такая же страница, как у каждого сотрудника на сайте студии. У него есть свое портфолио, есть награды с проектов, в которых он участвовал. Есть у Николая Иронова и проекты для души. В свободное от рутинной работы время пишут картины. В одном из столичных кафе даже прошла выставка его персональных работ. Пора бы поговорить про то, чем отличается мужчина от женщины. Еще одно московское кафе специализируется на звездных стендап-шоу. Цифровой дизайнер Николай Иронов успел отметиться и здесь. Владельцы стендап-клуба заказали Нейросити фирменный логотип. Но когда получили работу, стало не до шуток. Был внутренний протест и отказ. Потому что очень логотип негармонично выглядит. Он очень странный. Он мало чего передает о стендапе на самом деле. Абсолютно сложно читаемый шрифт. Заказчик не сразу смирился с тем, что ему предложил цифровой дизайнер. Но в итоге принял его работу. Импонировало, что это модная штука. Да еще и от модной студии Артемия Лебедева. Прошло время, и то, что поначалу раздражало, стало нравиться. Чем он вам понравился? Непонятной симметрии. Вот этими каблуками на туфлях у стриптизерша. Как мне как-то сказали, что это похоже на такую обувь. Я такой, ну, интересно. Сегодня не будет стандарта. Социальная дистанция нет. А вы привились к какой-то цены? Отечественной или попрете с вами на один? Именно нестандартные решения, парадоксальное видение – главная фишка дизайнерской нейросети. Я как программист, я люблю мемы, допустим. И иногда он что-то выдает такое интересное, что это вот прям мем. Ну, допустим, типа конь с пятью ногами. Программист Валерий – один из создателей Николая. Иногда он и сам удивляется, откуда этот алгоритм черпает столько вдохновения. Мне кажется, что не стоит конкурировать с нейросетью, а нужно, наоборот, с ней дружить. И дизайнерам, наверное, не стоит его бояться, а больше, наверное, стоит помогать ему. То есть, допустим, можно вкидывать какие-то свои фишки. И когда там дизайнер уже будет старый, этот вот его дизайн, вот его фишки, они будут, типа, жить вечно. Сегодня Николай Иронов работает как онлайн-сервис. Привлекает скоростью и дешевизной. За пару секунд и 10 тысяч рублей клиент получает полный пакет разработок, который живой дизайнер может создавать месяцами. Чаще всего люди, которые пользуются Николаем, это бизнесы, стартапы, блогеры, которые только начинают, что-то открывают, и им нужно как-то быстро получить какой-то брендинг. Причем хороший. То есть творчество настоящего художника вам не нужно, да? Хотите заменить искусство искусственным искусством? Понятно. Похоже, на мое место непризнанного гения пришли действительно гениальные роботы. Андрей, ты меня вообще слушаешь? Что ты там творишь вообще? На тебя это совсем не похоже. Это похоже на меня? Так, ну и кто из нас все это сделал, Денис? Ты или я? Кто знает, вот еще совсем недавно видео было, ну просто идеальным доказательством. Считалось, что лицо на нем подменить невозможно. Однако сегодня нейросети с легкостью это делают. И такие подделки даже получили свое название. Дипфейк. Нейросети можно скормить большое число изображений того или иного человека, и она обучится подставлять его лицо в видео. Денис, узнаешь телефон? Зря оставил его без присмотра. Раз уж я начал играть в плохого парня, то продолжу. И немножко покопаюсь в твоей переписке. Привет, Денис Косяков. Мне тут передали, что ты человек со вкусом и талантом. Может даже у тебя получится стать знаменитой творческой личностью или открыть свою крутую студию. Верь в себя, и все получится. Еще одна разновидность дипфейка. Голос синтезирован нейросетью. Есть ли примеры того, что кто-то даже из известных пародистов не может так классно спародировать голос кого-то из знаменитостей, как ваша сеть? Я думаю, все. Нейронная сеть, она в точности воспроизводит голос, она в точности озвучивает. И человеку такое недоступно. Где это сегодня используется? Ну, помимо очевидных, сферы развлечения используются в кинематографе. Мы воссоздаем голоса для документальных фильмов, воссоздаем исторические голоса. Есть другие проекты, например, озвучка книг, озвучка сообщений в стримах, учебные программы. С каждым днем искусственный интеллект все лучше и лучше делает то, что еще совсем недавно умел один только человек. Алгоритмы делают нашу жизнь проще, интереснее, безопаснее, но при этом пачками вытесняются рынка профессии, оставляя многих специалистов неудел. Как в будущем будут уживаться человек разумный и новые виды разума, которые он сам же изобрел? Сейчас вот, например, генераторные нейросети входят в обиход. Это сети, которые создают текст, создают изображение. Рекуррентные нейросети — это, скажем, чат-боты. И вот те боты, которые нам сейчас начинают уже звонить по телефону. Наступит когда-то момент, когда машина сама начнет пользоваться теми данными, которые она сегодня предоставляет нам, и делать из них какие-то выводы и принимать, возможно, даже решения. В перспективе, я думаю, да. Наверное, в ближайшие лет 50, может быть, даже 100, это, наверное, не случится. Это критически мало. Что такое 50 лет для нас? Мы сейчас быстро развиваемся. Ну, наверное, есть основные вещи, которые машинам пока и, в принципе, не под силу. Это различные морально-этические моменты, потому что они меняются с обществом, которое тоже трансформируется. Если мы говорим про какие-то шедевры, то, я думаю, от нейронных сетей не стоит этого ожидать. Пока. Кто знает, что ждет нас послезавтра. Вполне возможно, когда-нибудь может появиться новая сеть, которая научится это делать. Но на текущий уровень технологий оставляет это такое на будущее задел. А знаете, это очень обнадеживает. Всегда приятно знать, что человека никто не заменит. Кто же, как ни человек, изящно пошутит, сделает удачные селфи, поедет в Турцию, купит ковер. Кто, если не человек, будет вести следующий выпуск «Футограммы»? Кто может заменить меня и в начале передачи, как всегда, весело сказать. Я, Денис Косяков, рассказываю вам о технологии будущего в России, которые меняют мир уже сейчас. Что бы там ни было, оставайтесь с людьми. С вами был живой Денис Косяков и «Футограммы». Увидимся в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин